Одна сестра тоже задала вопрос, муж запрещает носить хиджаб, так как его мама его просит, чтобы его супруга не одевала хиджаб. Уважаемый брат, хотел бы к нему обратиться. Ты наоборот благодаришь Всевышнему Аллаху, потому что Аллах тебе дал супругу такую, которая одевает хиджаб, и которая свою красоту, свою аура показывает только тебе. Я тебе хочу задать вопрос, уважаемый брат. Доволен ли ты, хочешь ли ты, чтобы твоя супруга, твоя супруга показывал свой аурат другим, другим мужчинам, и твоя супруга была из тех, которая делает фитнес, которая делает смуту, то есть совращает других своим ауратом, ты этого хочешь, и ты же за это сам будешь отвечать в судный день, брат мой. Именно ты будешь отвечать. Поэтому ты должен, наоборот, благодарить Аллаха, субханаву та'аля, то, что твоя супруга прикрывает свой аурат, и только показывает его вам. И ты должен понимать, мой брат, и все мы должны понимать, что хиджаб это тоже такой же приказ Аллаха, как и намаз. Приказ Аллаха, субханаву та'аля, как и пост в месяц Рамадан, это фард, это не сунна. Аллах, субханаву та'аля, не сказал, хотите одевайте хиджаб, хотите нет. А что сказал Всевышний Аллах, субханаву та'аля? Я юханнаби, кулли азваджика, вабанатика, ваниса илмуминин, юзнина алейхинна минжалабибихин. Дзалека адана айю арафна фалайю дзайн, ваканаллах гафур рухаима. То есть Аллах, субханаву та'аля, приказывает, о пророк, о Мухаммад, прикажи, скажи своим супругам, своим дочерям и всем женщинам-мусульманкам, чтобы они одевали хиджаб и покрывали себя. То есть есть хиджаб, шариатский хиджаб. Поэтому здесь мы не слушаем в вопросах приказа Аллаху, субханаву та'аля, будь это нам мама скажет, или папа, или муж жене, говорит, призывает какому-то хараму, то здесь мы не подчиняемся им. Так как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, нет подчинения созданию в греховном пересоздателе. Поэтому, уважаемый брат, я к тебе хотел обратиться, и все братьям, которые запрещают своим супругам носить хиджаб, бойтесь Аллаху, субханаву та'аля, подношение к ним. Вы ведь будете за это спрошены Всевышним Творцом, Создателем, и также благодарите Аллаху, субханаву та'аля. Я знаю, что многие братья хотели бы, наоборот, чтобы их жены молились, одевали хиджаб и так далее, но Аллах, субханаву та'аля, сам знает кому, как дать хидайя. Поэтому, Аллах дал вам такой великий подарок. И также родители должны понять это, что, альхамду лилля, то, что это приказ Творца нашего Создателя. И Аллах, субханаву та'аля, должен быть величи, аджал, и айля, мин ан тубаддилюху аляль наасы. Чтобы Аллах должен был быть более величи, более велик в наших сердцах, чем любовь по отношению к чему-то другому. Мы не должны Аллаху, субханаву та'аля, променивать на любовь, скажем, к мирским благам. Аллаха променивать на греховное, астагфу Аллаху. Мы, наоборот, должны быть, Аллах должен быть выше этого, чтобы мы его померяли на кого-то или на что-то. Валлаху ана барык, лафику. Орлаху ана барык, лафику. Орлаху ана барык, лафику. Комерам барык. Орлаху ана барык.